Приветствую вас. Первое, с чего мне хотелось бы начать, прозвучит, наверное, немножко банально, потому что, ну, начинать с простого, да. Вам нужно пересмотреть свое женское поведение, свою модель женского поведения, потому что именно она, модель женского поведения, вам сейчас вредит. Почему вредит? Потому что вы не привлекаете своего мужчину, да, сексуально. И вы пытаетесь его привлечь не поведением своим, не языком, например, там, ну, я не знаю, например, языком жестов, да, а вы пытаетесь привлечь его внимание к вам, например. Ну, допустим, допустим, чем? Словами. Да, допустим, ну, допустим. Словами. Вот. То есть вы у него, как бы, спрашиваете, да, вот, что такое с тобой, да, там, почему там, ну, ты не хочешь, например, там, меня, допустим, или что-то еще. То есть это вот здесь у нас с вами такой вот момент, да, вот. И не нужно этого делать. Вот именно этого делать не нужно. То есть тут, как бы, не разговаривать надо. Не разговором и тут нужно действовать. А действовать нужно именно поведением. Вот. То есть какая вот нормальная, грубо говоря, поведенческая реакция. Да, нормальная такая поведенческая э-э-э- сфера. Вот. Стретегия, которая могла бы направить вас в нужный рувь. Вот. То есть, например, что мужчину привлекает, что мужчине нравится, вот, Вот, ну, вот именно в сексуальном контексте, да, и так далее. Важны ли эти моменты, важны ли эти моменты, да, важны эти моменты, очень, очень важны эти моменты, вот. Надо ли смотреть, что, как бы, ну, чего мужчина хочет? Надо ли смотреть, что мужчине интересно, что мужчина привлекает? Надо, конечно. Конечно, надо, и, конечно, это очень, очень такой важный момент, безусловно, это, безусловно, важный момент. Дальше мы идем. Следующее. С каких пор, с каких пор мужчина перестал к вам испытывать, ну, вот, собственно говоря, желание, может быть, влечение, да, и так далее. То есть вы говорите, что это произошло в последнее время. Ну, вот, вы говорите, но, когда именно, в последнее время, вот, когда, конкретно, когда это было? Знаете, вот. Если мы хотим понять, что с вами происходит, если мы хотим разобраться, что у вас, то нужно понять, и в каком момент это началось. Что заставило мужчину так себя начать с вами вести, вот. Я уверен, что вы знаете, когда примерно это случилось. Вот. Я уверен, что вы в курсе, когда примерно началась эта история. И я уверен, что у вас есть соображения относительно того, почему так, ну, так и есть. Дальше, следующий важный момент, который я бы хотел вам сказать. Выключается в том, что между вами нет доверия. То есть вы, как бы, не говорите мужчине о том, чего хотите. Вы не ставите его в известность о том, чего вы хотите. Отникает вопрос. Тогда. Почему? Так. Так. Вот вы в себе терпите, да, вы держите в себе, ну, вот, в моей обиде. Мучени не говорите. Почему? Далее, далее. Во время каких-то ссор. Пишите вы. Да, то есть, ну, снижение либидо было во время ссор. Из-за чего ссоры возникали. А. Из-за чего, почему, на какой почве, какую позицию именно вы занимали в этих ссорах? Важный ли этот момент? Ну, конечно. Очень важный момент. Если на нем не заострять внимание на этом моменте, то никогда ничего не поправится. Ссоры имеют причины. Ссоры имеют основания. И ссоры как бы чем-то обусловлены. всегда. Поэтому с этим тоже нужно работать. Из-за чего вы ссоритесь. Дальше. Дальше. Доверие. Вопрос доверия. Для решения проблемы. По крайней мере, для ее обозначения требуется по крайней мере, высказать эту проблему. И реагировать стоит так, как вы это чувствуете. То есть, вы можете, вы имеете полное право сказать своему мужу, что вам не хватает интима. что вам хочется, что вам не хватает его ласки и так далее. И собственно сказать, что как бы это серьезно. Права. Вот. И пусть мужчина вам выскажет свою полицию. то есть, не нужно требовать от него чего-то. Да? Не нужно ждать от него чего-то. Не нужно обвинять его в чем-то, давить на него. Просто выскажите ему то, чего вы хотите. Ибо ничего сверхъестественного, противозаконного вы не желаете. А желаете в общем-то абсолютно нормальных человеческих вещей. которые мужчина вам должен предоставлять как ваш супруг. И если он этого не делает, то вы естественно имеете право об этом сказать. Но именно в контакте того, чего вам не хватает. А уже после можете поднять разговор о том, может быть я тебя обидел чем-то, может быть ты там напряжен, может быть тебя что-то беспокоит, волнует и так далее. Давай поговорим об этом. Либо к психологу давай обратимся. То есть по-разному можно здесь себя повести. Но сначала вот эти вещи в прямой последовательности то, о чем я вам говорил. То есть сперва пробуйте одно, не получилось пробуйте другое, не получилось пробуйте третье. Но не нужно держать это в себе. и последний вопрос к вам почему вы не знаете как на это реагировать? Почему не знаете что мешает отреагировать так как вам хочется? Что мешает отреагировать так как вы хотите? Какой блок что или кто вам запрещает? подумайте об этом и подумайте естественно ли вы себя ведете и как это влияет на ваши отношения с вашим мужем. На этом все. Надеюсь что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы пишите в личку буду рад помочь если вам понравился мой ответ. Буду благодарен если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.